Депозит банка Касанова В эфире телеканал Рико ТВ, программа «Город сегодня». Наш генеральный партнер – банк Касанова. Здравствуйте! В нашей постоянной рубрике «Контрафакт» мы еженедельно представляем вам рекомендации, как отличить оригинальную продукцию от поделок и чем опасны фальсификаты. Сегодня речь пойдет об одежде, конкретно о той всеми любимой и признанной части нашего гардероба, как джинсы. Их можно носить не только на прогулку или в дороге, в них можно ходить и в университет, и на работу, и в кафе. Качественные джинсы удобны и красивы. И вот уже многие десятилетия имеют неизменную популярность как у людей среднего класса, так и знаменитостей. Если джинсы – популярная и модная одежда, и ее производят известные бренды, значит есть и подделки. То, что популярно и пользуется спросом, обязательно будет подделываться. В нашей студии главный эксперт рубрики «Контрафакт» Тимур Убишев. Тимур, приветствую. Итак, сегодня говорим о джинсах, как различить оригинал от подделки, и вообще, как компании и производители джинсов защищают свою продукцию. На примере сразу же образца, давайте рассмотрим, в данном случае мы видим несколько отличий оригинала от «Контрафакта». Первое – это верхний рисунок, мы видим на задней кармане, выглядящая как двойная арка, да? Она сама по себе является торговой маркой. Слева еще одна вкладка красная, она называется «Tab Device», которая должна быть и должна… она и подтверждает оригинальность продукции. Теперь вот второй момент, интересный. На внутренней стороне пуговицы поясной есть некий номер, в данном случае 4-2-0-2, да? Вот эти цифры повторяются и должны совпадать с номером на шелковой этикетке, на внутренней стороне джинсов и на бумажной этикетке. На подделке этого нету. И третий момент – это сами молнии, зиппер, да? То есть на данном продукте у данной фирмы мы видим, товарный знак нанесен на саму молнию, либо выбито в виде крыльев, да, прямоугольник, и YKK с внутренней стороны молнии. Вот это должно быть обязательно. Как мы видим, на «Контрафакте» никаких этих данных нету. Если же говорить в целом, на что нужно обращать внимание, когда покупаешь джинс? Первое – качество кроя и пошива, да? Это о чем? Ровные строчки, да? Не должно быть стяжек, затяжек. Потом фурнитура. То есть вот мы только что видели на примере, даже фурнитура, на нее нанесен лейбл компании. В данном случае здесь была молния, но сейчас многие мужские джинсы выпускают на пуговицах. Так называемые болты. Там тоже нужно обращать внимание? Да. Если это фирменное, вот по представленному ранее нам образцу, то наносится товарный знак на эту продукцию. Тимур, а мы не переплачиваем ли за бренд при покупке джинс? Бренд – это предложение к продаже, да? Потому что бренд, он так формируется, чтобы люди хотели покупать. Вот чтобы ответить на этот вопрос, давайте разобьем его на два. Первое. Бренд разобьем на две категории. Первая – экономическая правовая, и вторая – психологическая. Экономическая правовая – это защита товарных знаков, ее разработка и дальнейшая работа по ней. Психологическая – это совокупность образов, информации, имиджа, репутации компании, которые нам и говорят, что купите меня. И вот здесь наступает интересный момент. Когда мы покупаем товар, вот есть такая версия пилот и автопилот. Вот как мы покупаем товар? Как пилот или на автопилоте? Вот если на автопилоте включается лишь набор то, что мы увидели раньше, в рекламе где-то, да? Мы берем это автоматически. Мы не сравниваем там его какие-то качества, цена. Мы только то, что нам подсознание выдало. А вот если мы покупаем как пилот, то тогда мы сравниваем, что внутри, какой состав, да? Какое соотношение цены и качества. Поэтому, когда мы покупаем товар, желательно включать мозги. Вообще для мозгов полезно, когда они включены и работают. Но иногда бывает, повезет, не повезет. Вот, кстати, есть много интернет-магазинов, которые позиционируют себя, как мы продаем только исключительно настоящие бренды, детские джинсы. Коллинз, Левайс и так далее. Вот тогда и нужна информация, которую мы сегодня озвучили, для того, чтобы человек мог различать, что же он покупает, да? Если это визуально, или же покупать это напрямую, прямо идти, брать товар. Вот в чем принципиальное отличие оригинальных джинсов от поддельных? Из какого материала в основном производятся джинсы? Из донима. Совершенно верно. При изготовлении джинсов используются химические вещества? Наверное, при окрашивании джинсовой ткани, вот, например, как здесь. Вот теперь давайте представим оригинальное и кустарное производство. Соответственно, использование тканей будет другое, и использующиеся химические вещества будут другими, да? Соответственно, они могут отнести вред здоровью. Если брать под ткани, вот, помимо деним, есть ткани еще несколько видов, и вот самая дешевая среди них называется джин. Она рыхлая, не лучшего качества. Вот, если она изготовлена, продукция изготовлена из подобной ткани, то она долго не прослужит, да? Соответственно, человек, который покупает качество, он на это обратит внимание. Тимур, ну, в любом случае, сейчас очень много разных расцветок джинс. Красные, желтые, синие, оранжевые. И после стирки, первой же стирки, краска вся сходит. Вот как отличить? Не придется же тряпочкой в магазине тереть и смотреть, красится, не красится. Если сходит, это уже нужно задуматься о качестве, потому что натуральная покраска, она не сходит. Один из методов подделки, фальсификации, когда дешевый товар, дешевую ткань замачивают в крахмале, и она вроде бы становится плотной, но после первой стирки она теряет свою плотность, соответственно, видим, что это не деним никакой, а какой-то непонятный вообще материал. А можно ли в магазине, где приобретали джинсы, предъявить, вот, после стирки они выглядят не так, как их покупали? Во-первых, давайте рассматривать, что мы приобретаем в официальном, да? Да, в официальном, в фирменном магазине. Соответственно, магазин будет беспокоиться своей репутацией. Это, скажем так, человеческий фактор. Кроме этого, есть защита прав потребителей. Если товар был предложен, не соответствующий тому, что они заявили, то, конечно, товар подлежит возврату. Тимур, благодарю за то, что сегодня вновь нам разъяснили, объяснили, думаю, наши телезрители, пользователи социальных сетей, после просмотра города сегодня, будут внимательнее относиться к покупкам джинсов. Спасибо. Всего доброго. Не всегда дорого, значит, качественно. Но если вы решили потратить приличную сумму на фирменную вещь, то будьте внимательны и обращайте внимание на детали. О том, как выбрать джинсы, вы уже знаете. Если есть другие вопросы и предложения, пишите на наши страницы «Город сегодня» в Фейсбуке и «Рика», нижнее подчеркивание «Ньюз» в Инстаграме. Мы желаем вам отличного настроения, а также наш генеральный партнер Банк Касанова желает крепкого здоровья вам и вашим семьям. До встречи в эфире на Первом городском телеканале. Редактор субтитров А.Семкин